Здоровенькие были, всем доброго дня, всем доброго времени суток, самому-самому шикарному, самому уважаемому сообществу. Физкульт привет! Мои хорошие, я приветствую всех вас на своем ютуб канале. Добро пожаловать, общаемся. Мы только с вами о похудении, о стройности, мы только с вами о мотивации, мы с вами о дисциплинке, мы с вами о питании, о движении, о здоровье. Значит, мы с вами о жизни. Мои хорошие, наш формат, я не говорю даже мой формат, наш формат это похудение, да, но у нас люди, которым не нужно стройнить, худеть, у них хороший вес, хорошая форма тела, но людям, очень многим, мне пишут, с нами интересно, это приятно, правда, это очень радует, это классно. Мои хорошие, значит, ну так как у меня формат похудение, похудение это питание, да, и похудение это движение, вот каждый день я стараюсь себя показывать, ну каждый день не получается, допустим, не успеваю, да, движение, сегодня тоже покажу, сейчас все увидите. Ну какая-то мотивация должна быть, погодка, нормальная погодка, не раскисните, все нормально, на голову ныляпает, все, оделась и пошла, двигаться, двигаться нужно, это похудение, да, это, вернее, это похудение, но похудение будет проходить удачней, удачней. Вообще для меня движение, конкретно движение, это удовольствие, я просто тащуся, когда я подвигаюсь, есть такие, есть, которые меня понимают, есть, я вот когда захожу в парк, буквально прошла, ну километр какой-то, открывается второе дыхание, а потом там, держите меня, держите, просто держите меня, да, так классно, я иду домой, просто я герой, молодец, ты это сделала, Таня, ты не валялась, ты не сидела, ты не болтала по телефону, молодец, Таня, все, все в твоих руках, мне очень нравится процесс удержания веса, и похудение тоже, мне очень нравится, я в комфорте, я в шоколаде, о, точно, я в шоколаде, люди, я в шоколаде, мои хорошие, значит, я хочу сейчас прочитать два комментария, давайте прочитаю два комментария, а потом, а потом о тарелочках, да, а потом о питании, хороший комментарий, нужно прочитать, люди должны услышать, ребенок 10 лет, съел киви с кожурой, помните, я говорила, я не буду эту клетчатку есть, вот эту кожицу из киви, я не буду такой есть, кто там советует, есть такие, есть такие, разумные, да, в голове вьют витры, вьют буйни, аж дерево гнутся, ребенок 10 лет, съел киви с кожурой, начали отказывать почки, с утра до вечера не писал, еле спасли, чуть не умер, кто там хочет киви с кожурой, экспериментируйте, только не на детях, на себе, на себе, и вот такой комментарий, хороший комментарий, хорошая мотивация, Лидочка написала, прямо все в точку, похудела на 20 килограмм за полгода, за полгода, за 6 месяцев, значит, 3, 3 килограмма даже больше, больше в месяц, да, каждое утро подъем в 6 или в 7 часов, быстрым шагом 8 километров, 1 час 45 минут, ух, какой километраж и просчет, завтрак, много зелени, вот вам и ощелачивание организма, много зелени, 2 яйца, о, золотой эталон диеты, кашка, печеное яблочко и какао, сахар и мучной почти исключила, сахар и мучное почти исключила, ем 2 раза в день, в 9 и 16 часов, сон с 11 часов, таблетки никакие не пью, проезжогу забыла, энергии через край, супер, 70 лет, лидочка, огонь, люди, огонь, вы только посмотрите, про ижогу забыла, это точно, человек пишет, ушел от сахара и ушел человек от зерновых, от мучного, да, от мучного, ижоги нету, это 100%, ижога это каши, зерновые и мучное, все проверено на себе и люди подтверждают, ижога, это в народе говорят, рефлюкс эзофагит, люди принимают амипрозол, ижога, ижога, пч, 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 если ты бы меньше, барахла разного, и все, и все, и к врачам обращаться не станете, все, контролируйте свое питание, контрольная линия, это не твое, успокойся, это не твое, вот это будешь есть, вот это твое, ижога, да, все, человек забыл, что такое ижога, Лидочка, спасибо, что написали, подтвердили, действительно, это все работает, минус 20 килограмм 70 лет, за полгода, кто-то похудеть не может, отмазочки ищем, у меня менопауза, у меня климакс, ну, следите за своими тарелками, не доедайте, не после своих, я имею ввиду, да, не доедайте, дай сюда, не выбрасывай, я доем, да, тут мало, я доем, ты тоже не доел, давай сюда, я доем, да, не доедайте, больше двигайтесь, и будет вам счастье, не доедайте, и будет вам счастье, так, мои хорошие, что еще, дальше, да, тарелочки, тарелочки, значит, я, значит, ну, такой калаш у меня, это не значит, что за один день, да, вот, докторскую паштетную, я готовила буквально на днях, да, вот я сделаю маленькое видео, я вам сейчас покажу, там есть один совет, совет от Ани, да, совет, совет, лайфхак, сейчас посмотрите, классное, классное, предложение классное, ну, то есть, мое, люди, мое, я видео все рассказала, не буду повторяться, но повторюсь, бульон, да, все сразу не съедается, куда девать, стоит в кастрюле в холодильнике, надоедает, да, ну, вот, сейчас увидите, куда и как можно применить, спрятать, надолго даже очень, что еще, а, о, халва, 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 сейчас увидите, халва, мои хорошие, это очень вкусно, это очень вкусно, это очень адекватное питание, какие компоненты, да, как вкусно получается, вы не переедаете, у меня, допустим, пакетик ванильного сахара, да, кто-то говорит, сахар, углевод, углевод, ну, количество, 10 грамм, давайте поделим на всю колбаску на эту, да, я сегодня съела два кусочка, там еще будет, знаете, сколько кусочков, вчера два кусочка я съела, поскольку это даже не по одному грамму, конкретно сахара, даже не по одному грамму, меньше, меньше, это на всю палочку один пакетик, 10 грамм, а на каждый кусочек сколько, капля в море, сейчас вы увидите, готовьте, это очень вкусно, у меня там есть одно новенькое предложение, не буду повторяться, а то я все наперед рассказываю, потом мне интересно, сейчас посмотрите, конкретно по халве, новенькое предложение мое от себя, я сама, до кумыкла, ни у кого не посмотрела, нет, 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 думаю, ну попробуй, давай, это тоже растительное масло, сейчас посмотрите, ну, кажется, все, да, показываю, моя еда, мне очень нравится моя еда, очень комфортно мне, у меня нету срыва, нету зажором, у меня нету, допустим, какого-то голода, я себя сдерживаю, я вырабатываю силу воли, да, в своем питании, не-не-не-не-не, никакой силы воли, нет, нет, только комфорт, только комфорт, знаете, вот некоторые говорят, сила воли, сила воли, питание, а ты вырабатывай силу воли, ну, это то же самое, ну, полюби ее, не моя она, нет, ну, что ты ее не хочешь полюбить, полюби ее, но химии нету, химия не прибегает, ну, как можно любить без химии, да, ну, это то же самое, да, полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть, а тут любом не получается, да, точно так и в питании, но не оно, не оно это, не мое питание, не могу заставить себя, не заставлю себя, нет, я найду то, что мне нужно конкретно, правда, ну, хорошо, давайте посмотрим тарелочки, и движение, да, и движение, всем доброго утра, всем двадцать, у меня сейчас будет первая чашка кофе, ну, через минут пятнадцать-двадцать, рано, нет, не рано, я встала не в семь, я встала в пять двадцать, то есть прошло два часа, как я собираюсь пить кофе, два часа прошло, то есть работал соматотропный гормон, и мой вес хорошо держался, кто-то даже может худеть, не набирается вес, потому что еще в силе соматотропин, он как комета с длинным хвостом, пока месь вы не наедаете с утра, вы худеете. На столе у меня такой красивый цветочек, в розовом, нежно-розовый цвет, внутри еще бутончик есть, но радует, радует, правда, цветочек на столе, это ж классно как. На холодильнике тоже у меня цветочки, цветочки, я обожаю цветочный принт, мне нравится, радует душу. На столе у меня еще еда, вы только посмотрите, это бутики-малыши, смотрите, смотрите, да, бутики-малыши, немножко сыра, тонко-тонко порезан сыр, очень тонко, вот кусочки тоненькие, смотрите, какие тоненькие кусочки, вот, кажется, много, да, камера увеличивает, но здесь не больше, чем спичечный коробок, тоненькие кусочки, сливочное масло, ну, маленькие-маленькие ломтики у меня здесь, сливочное масло у меня домашнее даже. Не на все кусочки, мне достаточно, допустим, два кусочка, бутики-малыши, это насыщение, сыры, это насыщение, хочу напомнить, чем выдержаннее сыр, чем он старше, тем он больше имеет таких аминокислот, которые способствуют перееданию. Поэтому кусочек сыра отрезаете, несколько ломтиков и прячьте основной кусочек в холодильничек, сливочное масло, витамин D, кальций, сыры, то есть белково-жировая субстанция, это насыщение, белково-жировая, жировая у меня еще и маслинки, вот, пожалуйста, взбрызгала немножко оливковым маслом и орегано у меня сверху, так мне вкусно, и вот этой еды мне достаточно на 5 часов. Кофе с молочком, даже сметанки положу немножко, сливки у кого-то, да, хорошие жирные сливки, не 10%, 20%, наливайте немного, не надо много наливать, зачем много, не нужно, я убираю только горечь. Молоко, это лучшее жидкое желчегонное молочко, 100 грамм молока, всего 4 грамма углевода, совсем немного, кто-то больше, кто-то меньше. Где больше всего витамина D? Это жирные сливки, домашняя сметанка, вот баночки, вот, пожалуйста. Белковая жировая субстанция, это насыщение, у меня на 5 часов, минимум, 4, нет, скорее даже 5, у меня так чаще бывает. Ну все, приступаю к такой вкусной трапезе. Кофе через минут 15. Мои хорошие, можно добавить орехи, кому нравятся орешки, пожалуйста, просто сейчас мне не хочется. Я вчера не замочила, вообще замачиваю орех на ночь, мне он тогда просто вкуснее, не потому что уходит фитиновая кислота, нет, мне вкуснее. Но вчера не замочила, не страшно, у меня маслины, у меня сыр, у меня сливочное масло. У меня вторая чашечка кофе уже, состав чашечки один и тот же, только чашечку я меняю. Вот я сейчас добавлю немножко сметанки на кончик кофейной ложечки, сметанка домашняя у меня, вот такие жиры, мне так очень вкусно, очень вкусно так. Молочко добавляется, вот столько. О, предостаточно, предостаточно, все. Сейчас я все ложечкой размешаю и буду пить. Вот это вторая чашка кофе. Пьем кофе сколько хотим, кому нравится, 3-4 раза на здоровье, пожалуйста. Кто-то чай с молочком, со сливочками, очень хорошо убирает аппетит, это хорошее насыщение. Это отвлекает от мысли поесть. О, вот это правильно, вот это все отвлекает от мысли поесть. Классно. Я в первом парке, ну вот такая погодка у нас, вот такая погодка. Как дальше будет, только Богу известно. Мужчина ходит, в темпе ходит, возрастной человек занимается, ходит. Раньше я его не видела, только сейчас. Вот 5-6 лет я его не видела. Хотя я прихожу в разное время. Сегодня уточком общалась, общалась, с удочкой Степанкевичем. Степанкевич, вот я сейчас с вами общаюсь в легкой трусце. Она незаметна, но у меня легкая трусца. И телефон перед носом. Нужно смотреть, здесь плиты, плиты, плиты. Плиты, корни деревьев, поподнимали плиты, и можно загреметь под фанфары. Значит, общалась я с Людочкой Степанкевич. Продолжаем, да? Людочка, не помогаем своему разрушению организма, имею в виду. Не помогаем. Выходим, выходим, боремся с разрушением организма. Так, сейчас выйду, головка будет светлая. Наши мысли, наши скакуны, да? Наши мысли, наши скакуны. С помощью физической нагрузочки мы помогаем себе в стрессе. Вот передо мной идет женщина с палочками. Вот эта женщина ходит в подстоянстве. Я постоянно вижу, человек с палочками помогает себе. Ну, каждый день человек выходит, двигается. Вот, каждый день. Выходит, двигается, дышит. Вот так. Старо запрограммировано. Услышали, да? А жизнь каждый может продлить только активностью. Вот человек работает. Вот вам факты. Нам нужны только факты. Только факты. Значит, то разрушение, да? Мы занимаемся с вами. Кровоток хороший. Где будет кровоток? Где больше кровоток? В органах, которые работают. Значит, хороший кровоток. В мышцах, в мышцах. В мышцах. Ног, рук, спины. Хороший кровоток. Хороший кровоток это что? Это мышцы. А мышцы, это костно-суставная система. Наши мышцы держат наши косточки. Да-да. Чем крепче мышцы, тем косточки крепче. Если где-то гэпнитесь вот так, гэп. Да? Бывает у каждого. Никогда не говори никогда. То есть возможность не поломаться. Ушиб. Гематома какая-то, да? Крепкая кость. Хороший кровоток. Делайте себя сами. Делайте, делайте. Мышцы, мышцы, мышцы. Мышцы. Человек стареет не годами. Человек стареет ножками, ногами. Бубновский сказал, да? Ну вот. И похудение наше. Это движение, это метаболизм. Это обмен веществ. Как бы это банально не звучало, нужно двигаться. Должен быть дефицит калорий. Да, вот принимаем мы энергию. Да, пища. Жиры, белки. Ну, энергия это жиры. Жиры и углеводики. Да, углеводики. Углевод это что? Конкретный спорт должен быть. Это энергия. Мы должны двигаться. Углеводы, да? И вот я могу себе что-то даже позволить. Потому что я активная, да? Где-то что-то больше. Вот, вот будет сейчас у меня дефицит калорий. Я все отрабатываю. У меня сжигается, да? Помните, как сжигаются жиры? Напоминаю сейчас. Вот почему я в новом парке. Видите? Вот. Стоит только поднять нос к небу и все. И полет в стратосфер. Вот. Выше поднимаются плиты. Поэтому я в новом парке. Ну, так вот. О, дефицит калорий, да? Дефицит калорий – это движение. Двигаться нужно, отрабатывать нужно. Отрабатывать. Каждый день система должна быть. Постоянство. Будет постоянство, будет не только похудение. Будет еще форма тела. Это классно, да? Турничок. Но я на нем висеть не буду. Сейчас там мокро. Туда дырты сяны буду. Нет. Там скользко очень. Мокро не годится. Нет. В другой раз, правда? О, турничок, привет, привет, привет. Все. Я прячу телефончик, набираю темп и погнала в новый парк. Новый парк. Все, погнали вместе. Передо мной по низу идет семейная пара. Возрастная семейная пара. Люди каждый день выходят, но они гуляют. Это не гуляют, видите? Они просто гуляют, но каждый день. И много-много лет. Каждый день. Нет, это не спорт. Это не движение. Это не развитие тела. Нет, нет. Это не кровообращение. Нет. Они просто гуляют. Я уже у перекрестка. Дорога конкретно к новому парку у меня 2,5 километра. В одну сторону, в одну сторону. Назад 2,5 километра. 5 километров. Это только дорога. И я иду в хорошем темпе. У меня легкая труса, у меня спортивная ходьба. Вот я сейчас пробегаю, смотрите. Я бегу, потому что включился зеленый свет. Вот, светофорчик, нужно успеть. У меня не труса. У меня здесь бег нормально, спокойненько. Не запыхиваюсь, общаюсь с вами. Вот. Переходим, смотрим по сторонам обязательно. Здесь подъемчик такой есть, да? Нет, я должна запрыгнуть на бровку. Вот бровка. И так каждый день. Прыжок. Раз. И так каждый день. Парк тоже 2,5 километра. То есть 5 километров дорога. Туда и назад. И 2,5 километра у меня парк. Но я больше здесь наматываю. Я еще делаю небольшие кружки. Наматываю больше немного. Ну, то есть 7,5 километров, 8 у меня постоянно. То, что я захожу на рынок, это не в счет. С открытым ртом ходить, смотреть направо и налево, на какие-то продукты, магазин, это не в счет. Это не движение. Это просто там лазят все. Туда-сюда смотрим, да? Вот эту ходьбу на тренажерах вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Такие условия ходить, такие дорожки. Зачем мне дергаться там, а? Зачем? Зачем? Иди быстренько, давай, 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 быстро, быстро. Пошла дышать. Зачем? Для помещения, да, но не для улицы. Вот возможность ходить. Вот. Вот. Все, прячу телефончик и заканчиваю с вами общение. Работаю, работаю. Я здесь не гуляю. Нет, я работаю. Я обожаю свой первый парк. Тропа жизни, где у меня начиналось. В первом парке, конечно. Но здесь намного, намного безопаснее бегать, ходить. Посмотрите, здесь нету плит. И нос можно задрать к небу, да? Помечтать. Здесь спокойнее в этом плане. А там сейчас грунтовка. По грунтовке не побегаешь мокро. Там плиты. И с каждым годом они все выше-выше поднимаются. Здесь удобно, конечно. Я после своих занятий обязательно, как обычно, на рыночек. Овосечка у меня вот. Вот время. Да, 35-10, кажется так, да? Ну вот. Ух ты, молодец! Ух ты, молодчинка! Малятка. Все. Прячу телефон. До конца парка турнички. Заниматься. Таня, Арбайтен, Арбайтен. Вот давайте посмотрим сейчас. Полосьмого кофе. Я показала сыр, маслины. Прошло, будем считать, 6 часов. Даже не 5, 6. 6 часов. Пол девятого, пол десятого, пол одиннадцатого, пол двенадцатого, пол первого, пол второго. 6 часов. Я без еды 6 часов. Ну, пока мы с вами пообщаемся, будет 6 часов. Пол второго. Нету инсулина, нету жирозапасающего гормона и нету аппетита. Нету перекусиков. Это тоже хорошо очень. Еда простая. Даже не заморачивалась, что буду есть. По дороге купила помидоры. Думаю, зеленый лук у меня есть. Обычный есть. Здесь один помидор у меня. Брала по акции, кстати, очень бюджетно. Помидор, зеленый лук, обычный лучок. Конечно, украсила вкусно. Почему вкусно? Потому что это все безвкусное. Вот эти овощи никакие. Меня все в этом поддерживают. Они летом никакие. Какие? Это только домашние хорошие. С огорода. А на раскладках оно никакое. Можно такое заметить. Летом. А сейчас зима. Значит, украсила. Соль, понятное дело. Нам нужен натрий. Это вкусно. Это вкусно. И нужно добавлять обязательно соль. Перцы любые. Здесь у меня травка сумак. Еще такая. С кислиночкой травочка. Здесь у меня дижонская горчица. Здесь у меня гранатовый соус. Еще. Что еще? Да, оливковое масло здесь еще. Сколько? Кофейная ложка. Вот у меня кофейная ложка. Вот эта кофейная ложка. Здесь оливковое масло. Не десертная ложка. И не столовая. Столовая ложка любого масла. Это 180 калорий. Это кусок батона. Вот налили себе столовую ложку в салат. Да? Все. Юшечку выпили. Да? Такая смачная юшечка. Все. Кусок батона вы съели. А ели вы полезный салатик. Вот вам и полезный салатик. так что растительные масла не переливайте очень очень много вообще растительное масло это передание гиперфагия вы не насыщаетесь вы переедаете и вы не нас не насыщаетесь так и только напомнила о чем еще хотела сказать да я еще не налила вот это яблочный уксус сейчас налью кого-то лимонный сок немножко можно взбрызнуть украсить кислинка и вкусно будет и вкус да и полезно что делает допустим вот эта кислота или яблочный уксус или лимонный сок вот эта кислота конкретно яблочный уксус провоцирует выделение соляной кислоты провоцирует выделение желудочного сока и в свою очередь допустим соляная кислота тянет ферменты поджелудочной железы это какие ферменты амилаза липаза протеаза и наша еда наша еда наша еда быстрее будет переработана за счет соляной кислоты за счет ферментов и желудочного сока. Как натощак яблочный уксус и лимонный сок. Как для меня это не полезно. Нет, а зачем? А зачем с утра натощак выделение соляной кислоты? Ну, это как для меня только. Так, что у меня еще? Яйца с золотой эталон диеты. Вот я показала, да, в смяточку сварила. Я должна положить яйца в холодную воду 120 секунд после закипания. 120 секунд. И получается хорошее яйцо. В смяточку. Все витамины, жидкий желточек. Или можно в мешочек сварить. Тоже неплохо. Значит, все витамины это желток. Это витамин D. Желток. Лицетин, природный жир. Желток. То есть это польза. Так. Яйца с мяточку. Это вкусно. У меня еще будет углевод такой. Обязательно. Правильные углеводы. Вот это хорошая клетчатка. В этом хлебе 4 столовых ложки отрубей у меня. Разных причем. Ассорти отрубей. Вот. 4 столовых ложки. Ржаных сюда положила, кажется, 2 ложки. Ну, то есть у меня конкретный такой грубый хлеб с черносливом. Ржаная мука и отруби еще здесь. Это классно. Это хорошая клетчатка. Это насыщение. Насыщение, да. Можно добавить еще сливочного масла. Так намазать немножко. Можно, можно. Можно. Возможно, сейчас так и сделаю я. И у меня еще будет йогурт. Я не достала утром. Хотя бы утром достала ягодки из морозильной камеры. Они заморозки. Ну, не доставала. Уже замороженное не буду доставать. То есть у меня будет еще йогурт. Сколько? Вот это упаковка. Не 2 ложки я на диете. Нет. Вот это упаковка. Когда буду есть? Буду есть к 5 часам. Что-то поем, но очень легкое. Ну, все, мои хорошие. Кто со мной? Всем вкусного, сытного, разумного похудения. Мне люди писали. Муж смеется. Достали из холодильничка бутылки с докторской паштетной. А на бутылках пишется Аболонская. Водичка Аболонская. У нас в Киеве есть район Аболонь. Аболонская. Муж смеется, да. Ну, вот у меня, пожалуйста, Наташа. Наташенька, у меня ряженка. Я говорила, я делаю тоже докторскую колбаску, но бутылки я использую из-под ряженки. Вот, пожалуйста, ряженка. И докторская паштетная. Но я даже не о колбасе сейчас. Есть видео в плелистах. Я оставлю ссылку, как всегда. Докторская паштетная. Она замечательная. Она замечательная. Чистое мясо, люди. Чистое мясо. И вот мясо варилось. И бульон. Бульон. Как я буду использовать этот бульон? Смотрите, какое чудо. Какая прелесть. Как все бюджетно получается. Я залила бульон. Он довольно концентрированный. Потому что варила бедрышки. Я кило триста бедрышек. Я варила в небольшом количестве воды. Ну, понятно. Морковь. Лук. Понятно. Бульончик концентрированный. Смотрите. Я по формочкам разливаю для льда. И вот эти бульонные кубики я буду использовать. Сейчас я их беру и положу вот в этот пакетик. Пакетик долгоиграющий. Вот ягодок. Помыла пакет. И вот, пожалуйста, на замочке. Сейчас я вот эти кубики ложу. Должна положить в этот пакет. И в морозильную камеру. Когда я захочу бульон, я достаю два-три бульонных кубика. Доливаю кипяточком. И у меня хороший бульончик, люди. И не нужно заморачиваться, что есть. Чашка бульона, зелень всегда есть. Смотрите. Кто-то два кубика, кто-то четыре, кто-то три. Это кому как захочется. Вот, пожалуйста. Правда, интересно? Супер просто. Супер. Но у меня таких пять бульонных лоточков. Пять. Красота. Ой, как нравится. Ой, как мне понравилось это. Посмотрите, как классненько. У меня еще одна формочка стоит в морозилке. То есть я еще добавлю сюда бульонных кубиков. Классно. Супер просто. Посмотрите. Ой, красотень. Ой, красота. Если я сегодня что-то ем, не важно, что бульон, суп, или котлета, или рыба, на второй день мне не показывайте. И так многие. Я не ем на второй день. Мне нужно что-то новенькое. Поэтому это очень хорошо. В морозильную камеру и надолго, надолго, да? Сколько пройдет времени? Да хоть две недели. Бульон так испортится в холодильнике. А бульонные кубики это классно просто. И не надоедает еда. Но мы же с вами галебаловани, правда? Вот и все, девочки мои хорошие. Вы только посмотрите. Классно. У вас всегда есть еда. Вы пришли с работы. А что есть? А есть жировую субстанцию. Вы можете спокойно выпить чашку бульончика. У вас есть еда. Классно. Ну, просто получился лайфхак от Тани. Классно. Советую. Готовьте так. Шоколад надоел. Сегодня думаю, ну все есть для халвы. Сделай халву, Танечка, сделай. Для тебя это 6 секунд. Кунжут есть? Есть. Подсолнечные семечки? Есть. Отлично. Сухофрукты? Есть. У меня вяленая клюковка и финики. Аж парю кипяточком. И, пожалуйста, пропустила сначала на блендер семечки. Блендер не берет. Получается довольно рассыпчатая масса такая. Нет. Значит, сначала на блендер пропускаю частями. Понемногу. А потом, понемногу вернее, потом на кофемолочку. И вот на кофемолке нормально получается. Вот семечки, смотрите. Снизу семечки, да? Вот. Просто кусочки. За счет чего? Выделяются жиры. А вот кунжут, смотрите. Вот так нужно перекручивать, чтобы выделился жир. Вот. Смотрите, видите, да? Вот такая масса получается. Ну, сейчас я буду добавлять водичку. Грамм 30. Ну, походу посмотрю. Сухофрукты. Возможно, добавлю еще пакетик ванильного сахара. 10 грамм. На всю халву, не на один кусочек 10 грамм. А на всю халву, это капля моря. И, возможно, я добавлю еще оливковое масло. Никогда не добавляла, но посмотрю по ходу, возможно, добавлю. Сколько добавлю? Ну, не больше, чем десертная ложка. Не больше. Нет-нет. Добавила к семечкам я все-таки пакетик ванильного сахара, сухофрукты и десертная ложка оливкового масла. Никогда не добавляла, сейчас добавила. Кашу маслом не испортим, правда? Здесь у меня пищевая пленочка. Соединяю все сейчас и выкладываю на пищевую пленочку. Я добавила только 2 столовые ложки воды. Смотрите, не перелейте. Возможно, кому-то нужна будет только 1 столовая ложка. Смотрите, ничего не будет рассыпаться. Смотрите, какое тесточко, так сказать, для халвы. Да, смотрите. Смотрите, какое липкое. Все, сейчас формирую рулетик. Вот такая колбаска получилась. Сейчас закручиваю все в пленочку. И сейчас в холодильник. Не в морозильную камеру, в холодильник. Сегодня буду есть. Кофе с улыбочкой. Люди, посмотрите. Глазки и губки, ротик. Да, улыбочка. Ой, как интересно получилось. Чисто случайно. Чисто случайно. Черный кофе. Какая пеночка с картинкой. Правда? Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Хорошенькая. Хорошенькая картинка какая. Да? Ну, я конкретно не о кофе. Я конкретно хочу о халве. Хочу показать вам халву. Смотрите. Смотрите сюда, люди. Мне писали, крошится халва. Не крошится халва. Нет. Есть нюансы. Нужно угадать. Нужно почувствовать. Вот я буду добавлять сейчас, когда буду готовить халву, я буду добавлять обязательно оливковое масло. Немного. Смотря у кого сколько семечек. Десертная ложка. У кого-то чайная ложка. Больше не нужно. Нет. Воды тоже не перелить. Столовая ложка одна. А там посмотрите. Вы только посмотрите. Любые сухофрукты. Какие вам нравятся? Какие нравятся? У меня пакетик ванильного сахара. У кого-то сахарозаменитель. Пожалуйста. Что вы употребляете, то вы и положите. Вы только посмотрите. Я, конечно, положу сейчас пакетик. Эту халву и в холодильничек. Я специально достала с пакетика. Я вам показываю. Вот, пожалуйста. Вот такая халва. Полезно? Как вы считаете? Вот такая сладость. Люди, еще как полезно. Ребенку даете. Так вы же знаете, что вы даете своему ребенку. И сами едите. Натур продукт. Как же мне нравится процесс похудения и удержания веса. Мои хорошие. Худеем и не ущемляем себя. Еда простая, надежная, здоровая. Для меня, лично для меня, здоровое питание – это не выход из зоны комфорта. Мне должно быть комфортненько. Это, наоборот, расширение зоны комфорта в сторону здорового питания. Здорового. Для меня, вот лично, мое здоровое питание – это комфорт. Почему? Почему мне комфортно? Потому что мне спокойно, люди. Мне спокойно. Я прекрасно знаю, как составить мне дневной рацион. Я прекрасно знаю, как составить мне рацион на неделю. Так, я куплю то-то, послезавтра сделаю то-то. У меня будет вот это. Я могу уже даже два раза это есть. Я сама составляю себе рацион. У меня нету каких-то проблем с аппетитом. Я не подавляю свой аппетит. Ты держись, не ешь. Держись. Еще пару часов. Не смотри туда. Хочется кушать, да? Не надо. Держись. Вырабатывай силу воли. У меня такого нету. То есть я не подавляю свой аппетит. Для меня, мое здоровое питание – это ресурс моего здоровья. Вот сюда запрограммируйте себе. Это ресурс вашего здоровья. Не ешьте хлам. Что ты ешь? Ты хочешь похудеть на соевом мясе, да? Кусок мяса возьми нормального и съешь. Животный белок тебе нужно. Что ты ешь? То есть вы внимательнее смотрите на свои продукты. Допустим, переедание, да? Я не беру даже праздники. Можно переесть и без праздников, да? Вот я, допустим, сделала себе капусту. И наложила большую такую горку. Горку. Мягко выражусь, да? Горку, да? Я съела. Вроде бы ела так. Ну, капусточка нормальненькая. Да доедай, Таня, доедай. Потом через 20 минут. Боже, куда ты наелась этой капустой? Ты что? Не могла меньше взять себе? Зачем ты столько съела? Это капусту я переела, допустим, немножко так, да? Мне было некомфортно. Я не говорю о праздниках уже. Поэтому переедать не надо. Не надо устраивать вот этот голодомор. Доедай. Еще хлебушком вымашь тарелочку, да? Чтобы тарелочка была чистенькая. Это делать не нужно. Полнота. А ты себя люби. Ты принимай себя такой, какой ты есть. Никому не верьте, люди. Не принимайте себя больной, рыхлой, толстой, медузой. Не принимайте себя. Любите себя. Делайте себя. Делайте себя. Вы же не такая. Вы пришли к такому. А вы не такая совсем. Возвращайтесь назад внешне. Делайте себя. Это нормально. Жить с полным весом. Это я рассказываю, да? Это же очень опасно, люди. Это опасно. Вот у Николая Михайловича Амосова спрашивали. Я слышала интервью, да? Интервью. Это никто-то рассказывал. Николай Михайлович, сейчас инфаркт помолодел. Это стрессы, да? Это давно было. Еще когда жил Баламусов, да? Это стрессы инфаркт. И великий кардиолог говорит. Не думаю то я, что это стрессы. Нет. Нет. Стрессы не дадут инфаркт. В таком количестве нет. Скорее всего это безделье. Люди не двигаются. Машинки. Едим, что хотим. Безделие. Все. Берите на заметочку. Поэтому из зоны нездоровья нужно не уходить даже, а убегать. Это разумное решение очень. Убегать. История допустим. Начну потом. Или начну с понедельника. Не получилось в этот понедельник. Ну ладно. Я с первого марта. Все. С первого марта буду ходить. Да? Не нужно так делать. Сегодня и сейчас. Потому что потом, позже это может стоить в вашей жизни. Себя нужно стараться извинить. И нужно понять, что время это ресурс, который заканчивается. Время это ресурс, который заканчивается. Вот я жалею, что я не начала собой заниматься раньше. Раньше. Я жалею. Не теряйте время. Время ресурс, который заканчивается. Если вы решили, допустим, жить не в здоровом теле. Быть полной. Да? Вам никто не будет помогать. Запоминайте. Никто. Никогда. Вам не предложат домашнее. Займи с собой. Пересмотри свое питание. Ты нам готовишь. Ты это не должна есть. Пойди погуляй. Пойди походи. Ну, погуляй. Я имела ввиду. Походить. Спортивной ходьбой. Да? Займи с собой. Дома не скажут. Ты больная? Лежь, полежи. В аптеку пойду. Куплю тебе таблеток. Вас никто не будет за уши вытягивать. Вам ни одна подруга не скажет. Похудей. Ты запыханная. Смотри, как ты идешь. Я иду быстро, а ты тяжело дышишь. Или, допустим, тебе тяжело идти. У тебя походка тети обремененной кухней. Тебе тяжело на ножки. Никто не скажет. Вытягивайте из этого болота себя сами. Вот только тогда будет вам счастье. Это не сложно. Это не сложно. Это очень приятно. Вы должны находить. Находить, чувствовать приятное вот из этого процесса. Из процесса похудения. Вы только посмотрите еще раз, концентрируя внимание, на мои тарелки. Какие тарелки? Яркие, красивые продукты. Яркая посуда, красивая. И вы чувствуете себя уверенно. Вы человек, да? Вы двигаетесь. Обязательно двигаться. Обязательно. Это жизнь. Я, наверное, буду постоянно заканчивать вот этой фразой. Фразой Амосова. Старость запрограммирована. А жизнь человек себе может продлить только активностью. Активностью. Старость, это не значит сто лет. Есть пятьдесят, пятьдесят пять лет. Это такие старухи уже. Поэтому равняемся на великих. Мои хорошие. Ну все, мы сегодня с вами пообщались. Как всегда, я хочу поблагодарить всех вас за просмотры моих видео. Я благодарна всем вам за общение, за комментарии. Пишите. Я стараюсь всегда всем отвечать. И большое спасибо всем за лайки. Всем Божьей помощи. Божьего благословения. И до встречи. Дальше будет. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон».